Раим Атроимов так и не перечислил в бюджет страны 2 миллиарда сомов. Таким образом, он нарушил договоренности и поставил в дурацкое положение Садыра Джапарова. Всем привет! Канеметов с вами. По всем законам жанра, Раим Атроимов должен был сидеть сейчас в СИЗО и дожидаться окончания следствия. Когда в конце октября пресс-служба ГКНБ сообщила о его задержании, у многих появилась надежда. Наконец-то в этом деле поставят точку и человек, который уже давно стал символом коррупции, будет наказан. Странности в этом деле начались с момента задержания Раимбека Исмаиловича. То, каким образом таможенник оказался в руках правосудия, вызывало только улыбку. Судя по фотографиям, поймали его в 100 метрах от здания ГКНБ возле заправки. Такое ощущение, что ГКНБшники, выйдя из столовой, случайно наткнулись на коррупционера номер один. Могу с уверенностью сказать, это точно не было спецоперацией. Это был договорняк. Ну ладно, ладно. Раз уж взяли, так уж и быть. Не обратно же им отдавать. А ведь все ждали, что Матраимова будут ловить примерно так. Но потом что-то пошло не так. В тот же день к вечеру Матраимова неожиданно отпустили. Суд избрал меру пресечения, не связанную с лишением свободы. Домашний арест. Вскоре выяснится, что отпустили таможенника в обмен на деньги. Схема была такая. Матраимов до конца ноября перечисляет в бюджет 2 миллиарда сомов. А его за это отпускают. 80 миллионов он выплатил сразу же, видимо, чтобы продемонстрировать серьезность своих намерений. Ответственность за освобождение главного коррупционера страны взял на себя Садыр Джапаров. Это он решил его отпустить. Премьер-министр даже нашел подходящие для такого случая слова. Но из песни слов не выкинешь. Незадолго до отставки Джейнбекова, Джапаров раздавал своим сторонникам совсем другие обещания. Садыр Джапаров лукавит, когда говорит о том, что если коррупционера сажать, то он не выплатит ущерб, нанесенный государству. Еще как выплатит. Достаточно арестовать активы. Ведь есть же у Раима квартиры, особняки, спорткомплексы, какие-то бизнес-объекты. Человек, как известно, не бедный. Судя по тому, сколько денег он перечисляет в бюджет и в банковских счетах денежки вводятся. А? Агнеса Ивановна? Квартира. Ты слышишь? Пом! Безапортия! Ну зачем вы? Что же он вы? Самое главное, откуда взяли, что Матраимов украл именно 2 миллиарда сомов. Экономисты провели расчеты. По их данным, речь идет о куда больших суммах. Он изъявил готовность 2 миллиарда сомов внести в казну. Кстати, 2 миллиарда с точки зрения, вы как экономист, как могли оценить? Можете оценить, это много для Матраимова или мало? Насколько вы оцениваете тот ущерб, который, возможно, еще не доказано судом и следствием, возможно, привнес Матраимов? Я думаю, ежегодные потери нашего бюджета от таможенных поступлений и коррупции, они намного больше. Намного это на сколько? Ну я считаю, что... 2 миллиарда это половина ущерба? В районе, значит, 10-12 миллиардов ежегодно сомов. Сколько из них конкретно попала Матраимов, кормовая база, ну, при том уровне концентрации, это где-то примерно половина ежегодно. Понимаете? Поэтому 2 миллиарда это, наверное, за полгода, на самом деле, доход. 2 миллиарда сомов только звучит громко, но на самом деле это ни о чем. Давайте посчитаем, ведь это всего лишь 24 миллиона долларов. Только дубайская недвижимость жены Матраимова оценивается в 12 миллионов бачей. Кто знает, сколько еще припрятано денег и недвижимости за границей. Вспомните серию расследований Азаттыка. Речь там шла о 700 миллионах, выведенных из страны не совсем честным путем. Стой, сука, где наши бабки? Ваши бабки в деревне! Ну, и эту смешную сумму Раимбек Исмаилович выплатил не полностью. Оставив Садыра Джапарова в дураках, перечислил он только 660 миллионов сомов или чуть меньше 8 миллионов долларов. Треть из обещанной суммы. Это и есть ваше куздураус? ГКНБ также сообщало, что Раим вернет до конца ноября 2 миллиарда сомов. Поэтому якобы его и отпустили. 2 миллиарда не вернул? Закрывайте. Искать не надо. Он регулярно заправляется на Джбек Джулу Эркиндык. Раим, оказывается, такой перфекционист. Украл ровно 2 миллиарда сомов. День Икс настал. Тот самый обещанный день кустурганства уже сегодня. Что мы имеем? Раим развел руками и ушел в закат, заявив, что деньги отдаст только после завершения расследования. В Карабалте избрали нового мэра. Им стал Даньяр Шакирбаев. Интересно, кто это, спросите вы? А это представитель партии Микиным Кыргызстан. Как будто и не было событий 5 октября. Да? Ноунеймы-парашютисты. Отдел внешней политики аппарата президента возглавил некий Дастан Дюшикеев. Судя по резюме, как такового дипломатического опыта у него нет. По данным СМИ, он работал администратором ресторана и в штабе партии Кыргызстан. А это ваш предок, да? Это Черчилль. Кадры Садыра Джапарова не справляются со своей работой? Пактебека Сыдыкова, сына политика Усена Сыдыкова, ближайшего соратника Бакиева, не так давно назначили руководителем аэропорта Манас. И вот результат. Хочу обратиться к аэропорту Манас. Я не знаю, кто у вас сейчас руководитель. Правда, не знаю. Слушайте, ну, сделайте что-нибудь. Я же знаю, что вы здесь неплохо зарабатываете. Я вот прилетел из Стамбула сейчас, вот проходит, везде капает с потолка. Да, ужасно холодно. Люди идут, прям, ни одной батареи нет, ни отопления, ничего. Везде льется, везде лужи. Просто это внутри, в здании, вы понимаете? Я же знаю, что вы классно вот зарабатываете. У вас тут, блин, один пирожок, блин, 8 тысяч стоит. Ну и, короче, пожалуйста, ну сделайте для людей хоть раз. Ей-богу, блин, это стыдно. Иностранцы идут, им на голову капает что-то. А теперь к теме Конституции. Проект нового основного закона содержит серьезные риски, уверено сообщество юристов Кыргызстана. Они детально изучили документ, сравнили действующие Конституции и пришли к неутешительным выводам. Полномочия Джогур-Кукинеш сведены полностью к минимуму. Получается, сейчас количество депутатов сокращено до 90. При этом неизвестно, по какой системе они будут избираться. Но, скорее всего, судя по тому, что принцип многопартийности исчез, полностью исчезло понятие, что политические партии могут избираться в депутаты Джогур-Кукинеш. Появилась неограниченная полномочия президента с абсолютно непропорциональной ответственностью президента. А президент в одном лице автоматически превращается как законодателя и исполнителя. Хотелось бы заметить, что последний раз в истории человечества был такой случай, когда в одном лице исполнительный орган мог без поддержки парламента принимать законы. Это был Гитлер. И мы знаем, к чему это тоже привело. От решения президента от должности именно процедура импичмента на данный момент значительно усложняется. Получается, сейчас для объявления импичмента потребуется заключение Конституционного суда. Предыдущий Конституционный суд во главе с Кургом Паековой напрямую стали инструментом, политическим инструментом в руках Агаева, Пакиева. И чтобы не допустить этого, в 2010 году специально были сокращены полномочия Конституционной палаты. А сейчас эти полномочия возвращаются. Существует опасение, что под видом укрепления общественной нравственности власти преследуют цели оказания давления на средства массовой информации и лиц, подвергающих критике их политику. И исключение из текста право искать, свободно получать и хранить, использовать информацию и распространять ее позволяет нам делать выводы о том, что статья 23, как видится, может стать не более чем предлогом для усиления и установления цензуры со стороны власти или провластных групп с полным пренебрежением к фундаментальным правам и свободам. Поспешное принятие решений с целью усурпировать власть, сконцентрировать власть вокруг одной политической силы, вредя всякому институционному установлению, правому установлению нашего государства, предложенный проект Конституции, новой Конституции, он предложен без соблюдения всех законодательных процедур. Но раз идет Конституционное совещание и все государственные каналы вещают незаконный созыв Конституционного совещания, то мы на сегодня обязаны просто отреагировать на само содержание, насколько оно незаконно на сегодня предложено. Помните громкую пресс-конференцию кандидатов в президенты, которая состоялась неделю назад? Ну там еще Садык Ширняз, позже слившийся с гонки, кричал, что Кыргызстан это недостан и что надо бороться за правду. И вообще прозвучало немало резких слов касательно того, с какими нарушениями проходит предвыборный процесс. Ну так вот, коалиция за демократию гражданское общество подала жалобу на кандидатов в ЦИК, якобы кандидаты, которые еще даже официально не стали кандидатами и не собрали подписи, нарушили избирательное право. Ну и кандидаты решили ответить на эту жалобу очередной пресс-конференцией. Легитимность будущей президентской кампании, которая состоится 10 января, остается под большим сомнением. Во-первых, идет давление со стороны судебных органов власти на кандидатов Курсана Асанова, на кандидата Биктура Асанова. Генеральная прокуратура, к сожалению, написала заявление на имя другого кандидата Адаха Магумарова. Коалиция за демократию, Эрик Ирис Кулбеков во голове, они написали жалобы, наоборот, на опоясённых кандидатов. Мы пока только подали заявление. То есть на информационном пространстве каждый из них, который претендует на постпрезидента, имеет право давать пресс-конференции, брифинги, встречи с журналистами, давать интервью. Коалиция за демократию. 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 И на этом у меня все. Спасибо за то, что досмотрели выпуск до конца. Кстати, кто хочет помочь телеканалу «Апрель», вот наш номер Эльсома. Всем мира!